Добрый-добрый день, друзья дорогие! Вы заметили, что очень часто я начинаю или заканчиваю наше с вами видео на мостах. Вот и сейчас я стою на мосту, который соединяет два сейшельских острова. Остров Маэ, крупнейший архипелаги, он за моей спиной, и остров Иден, по которому мы с вами сейчас погуляем. Наша тур-регата райские сейшелы 2024 успешно завершена. Все три катамарана в Марине, участники уже разлетелись, разъехались по домам, а мы, организаторы, еще остались немножко здесь, на сейшелах, подвести какие-то итоги и в том числе что-то для вас поснимать. Так вот, если вы хотите на сейшелы, но по разным причинам пока не готовы оказаться на борту яхты или катамарана, мне кажется, это видео будет для вас интересно. Я вам покажу один искусственный островочек, который появился на свет относительно недавно, ему там 20 с небольшим лет, и который может быть хорошим вариантом вашего отдыха на сейшелах. Это остров Иден, друзья, на который мы сейчас и пойдем. Чтобы чуть сориентироваться, вот туда, буквально 15 минут на такси, и вы в аэропорту. Прилетает ваш самолет вот на этот, самый большой остров архипелага, Маэ, столица, единственный город, единственный порт Сейшел, а именно Виктория, находится тоже здесь. Остров гористый, хотя максимальные высоты около тысячи, всего-то навсего. Вот эти вот виллы и апартаменты, которые, видите, ступеньками так спускаются сверху вниз, тоже можно взять в аренду, конечно. Единственное, что до пляжа будет далековато. Столица по части пляжа, ну, совершенно бесполезный город. Там порт, там рынок, там по роду сопримечательности, и как-нибудь по Виктории мы с вами тоже погуляем. А вот Иден, Айлот, до которого всего-то навсего, повторюсь, 15 минут из аэропорта, это отличный вариант для того, чтобы отдохнуть, насладиться морской романтикой, потому что Марина тоже здесь, и наши катамараны тоже стоят здесь же. Ну, и, конечно, насладиться этими маленькими, уютными, камерными пляжами. Понимаете, многие говорят, что прилетать на Сейшелы просто, чтобы сидеть на одном острове, это странно. Нужно обязательно летать еще куда-нибудь, смотреть ладик, смотреть прослин, смотреть курьез, смотреть кузина и кузину. Ну, да, конечно, по максимуму это так. И в Турригате у нас, ну, там, с десяток островов, которые мы смотрим. Но, мне кажется, неплохим вариантом будет прилететь на недельку просто увидеть вот эту лазурь. Просто отдохнуть на Бувалоне, самом большом пляже Майя, или на этих маленьких крохотах, которые здесь есть на Идоне. Я сейчас вам все-все-все здесь покажу. Итак, из аэропорта вы приезжаете вот по этой дороге. Единственный мост, на котором мы с вами сейчас стояли, и единственный въезд на остров. Здесь лучше всего с машиной уже распрощаться. Дело в том, что если вы взяли себе в аренду домик или апарты, или просто номер в гостинице здесь на Идоне, то, скорее всего, вы будете пользоваться таким клапкаром, таким багги. О, как там, в центре вашего экрана. Сейчас тоже покажу, как эта штуковина ездит. Движение, имейте в виду, да, левостороннее. Очень долго совершили бы, были частью Британии, да. Это поначалу может чуть удивлять. Что совершенно точно удивляет сразу после аэропорта, так это зелень, так это экзотические растения, пальмы, ароматы, солнце. Это классно, это точно совершенно не может не радовать. Когда вы оказываетесь здесь, на такой центральной площади Идона, то, конечно, сначала стоит идти на ресепшн, вот сюда, в Идон Плазму. Это постройка уже десятых годов 21 века. Сам остров, он появился на свет в начале века. Он искусственный насыпной, на месте мертвого кораллового рифа. Его насыпали. Вложились сюда, в том числе, объединенные Арабские Эмираты. Здесь есть дубайский капитал во всей этой стройке. Стройка, конечно, была совершенно сумасшедшей. Вот смотрите, долгожданная тень. Вы, скорее всего, и выходите из такси где-то здесь. И вот с левой стороны, там как раз ресепшн, вы получаете ключики от ваших номеров. Сейчас сделаю пару шагов, просто картинки вам покажу. Ну вот так вот это все выглядит на рекламных буклетах. Как это все выглядит вживую, мы с вами сейчас тоже увидим. Иден Плаза, это в первую очередь тень и кондиционер. Когда на улице плюс 37, как сегодня, это важно. Просто жизненно необходимо. И в январе, конечно, ждешь не дождешься этих пасмурных деньков на Сейшелах, когда, ну, хоть как-то становится похладнее. Так дышать, конечно, тяжело. Из того, чем можно здесь заняться, ну, понятно, выбрать себе недвижимость на Сейшелах. Зайти в банк, например, поменять валюту. Заглянуть в рыболовный магазин. Это, да, это важная история. Вот тут он классный. Специализируется на всяких разных воблерах для именно морской рыбалки. Давайте заглянем, кстати, если хотите. Вот так, буквально пару кадров. Мы здесь накупили воблеров как раз перед началом регаты нашей. И молодцы здесь продавцы, здесь тоже кондейшн. Бузу-бузу! Здесь дают совет. На какой скорости лучше идти на яхте или на катамаране, чтобы та или иная наживка углублялась. Куда забрасывать там, прочее-прочее. Тут специалисты совершенно точно. Фу, подышал кондиционером, идем дальше. Дальше. В этом же торговом центре, понятно, есть большой продуктовый магазин. Куда же без него? Если вы планируете недельный поход на катамаране, то закупка продуктов – дело вообще достаточно ответственное. И знаете, несмотря на то, что он вроде бы магазин в Марине, тем не менее, ну, так все необходимое. Ну, единственное, что, конечно, так подороже, чем привыкли мы с вами, имейте в виду, США и достаточно дорогая страна. Ну, вот там большой сфар с водой, мясом, заморозкой. Все-все-все, есть, даже не пойду дальше. Есть пляжная мода, естественно. Какая-то одежда, обувь. Какие-то яхтенные макосины, например. Повторюсь, опять же, обмен валюты. На Сейшелы можно смело приезжать и с евро, и с долларами. И все, здесь радостно менять на сейшельские рупии, аптека. Ну, и все. И ладно. И идем дальше. Какие-то сувенирки, наверное, я бы здесь не покупал. Дороговато, лучше добраться до Виктории. И, собственно говоря, что вы привезете в качестве сувениров с Сейшел? Наверное, кокос, ваниль, корица. То есть то, что когда-то было основной составляющей импорта отсюда. И сегодня всякие эти разные эссенции, всякие эти разные специи, все тут можно найти в большом ассортименте. Как вам французская пекарня? Да, написано по-русски. Вот так. Можно смело сказать, что жизнь здесь, Наида, не вращается вокруг этого торгового центра. Тут можно и мороженое поесть, тут можно и отдохнуть после морского перехода. И, конечно, назначить встречу всем участникам регаты, как это делали мы, как раз в двух шагах от Марины, от Пирса, где стояли наши катамараты. А вот и Марина, друзья. А вот мы потихонечку как раз к ней и движемся. Она не маленькая, тут пальцев хватает. И вот, например, здесь, смотрите, в тенечке слева есть возможность бросить вещи, пока наши капитаны принимают ваши лодки. А вот здесь справа, например, пообедать, попить кофе или съесть мороженое. Как устроена Марина, рассказывать вам не буду. Вы отлично знаете, как выглядят Марины в разных частях света. Ничего нового. Большой палец, которому справа-слева пришвартованы лодки и катамараны. Мы говорим вам, какая буковка или какой номер пальца ваш. И, соответственно, если вы планируете начинать тур регату здесь, то вы точно знаете, куда идти. Плюс всегда издалека хорошо видны наши флаги. Хочу обратить ваше внимание здесь на цвет воды. Вот посмотрите, эти яхты белоснежные стоят в какой-то совершенно изумрудной, лазурной, зеленой воде. Когда мы здесь сидели и обедали, то один раз увидели большого ската, который подплыл, ну вот просто вот сюда уже к берегу. А один раз в огромную стаю каких-то светлых рыб. Очень классно. Это Сейшелы, друзья, и главное здесь это природа. Это фантастическое даже не море, а Тихий океан. Ух, какой Тихий, индийский. Перегрелся на солнце, извините. Индийский океан, которым вы здесь бесконечно любуетесь. Вот так. Ну что, кафешки, ресторанчики, все понятно. Вид на Марину тоже. Цвет воды, тут все ясно. Как же, собственно говоря, дело обстоит с территорией вокруг самих этих бунгало, да, и чем можно заняться на Идоне, и как выглядят пляжи. Вот этим, друзья, как раз вот этому сейчас посвятим время. Отправляемся смотреть пляжи Иден-Айленда, чтобы вы выбрали ваше любимое. Пляжи Иден-Айленда доступны только тем, кто здесь живет. Поэтому при заселении вы проходите фейс-контроль, вас фотографируют. А потом, когда на багеле пешком пересекаете этот шлагбаум, нужно посмотреть в камеру. Если все окей, то шлагбаум для вас откроется. Как только вы оказываетесь здесь, на территории, вас встречает совершенно свеженькая, молоденькая пальма Кокодемер. Посмотрите, которую посадили совсем недавно, три года назад. Это главный растительный символ Сейшельских островов. Здесь на фотографии как раз показаны, и как выглядят, посмотрите, мужские деревья, и как выглядят уже сами плоды. И со всеми анатомическими подробностями этот самый Кокодемер напоминает женские бедра. И является этот орех эндемиком Сейшел, раз, но и важным символом страны. Его, например, ставят вам в виде штампика в печать, ваш загранпаспорт, когда вы пересекаете границу государства. Ну и дальше уже начинается территория гостиничного комплекса Иден-Плю, где мы с вами тоже чуть попутешествуем. Конечно, не может не радовать сама территория, на которой находятся эти виллы и эти апартаменты Иден-Айленда. То тут, то там экзотические растения. Ну и экзотические для нас с вами. Понимаете, вот просто так свешиваются бананы, например, да, вот с этой пальмы в двух шагах от входа в ваш домик. Все содержится совершенно в идеальном порядке, подметают, чистят, постригают газончики. Эти краски, эта зелень, эти цветы, особенно когда только-только прилетел из холодного Петербурга, ну, сразу очаровывают, сразу кладут на лопатки и не можешь ни о чем думать. Настраиваешься на какую-то просто райскую волну, дышишь полной грудью, вдыхаешь все эти ароматы. И это, конечно, уже счастье. Плюс, конечно, Иден-Айленд, он хорош для тех, кто готов отдыхать со своей лодкой, со своим кантером, со своим катамараном. Или брать их в аренду, потому что многие домики, они заканчиваются просто, видите, пирсами. Пирсами, куда вы швартуете ваше плавсредство. Вон, огромный катамаран стоит на противоположном берегу, видите, швартованный вот буквально в двух шагах от домика, от апартаментов. Так свешиваются пальмы, по набережной здесь прогуляться уже удовольствие, делать зарядку с утра классно. А вот эти самые машинки, кстати, которые тоже стоят у домиков. То есть, если по морю-океану путешествовать, то понятно, моторные яхты или катамараны. До марины здесь вообще два шага. Можно выбрать такой домик, чтобы с веранды второго этажа можно было любоваться всеми катамаранами и яхтами, которые заходят в марину. А уже по территории, она, повторюсь, не маленькая, вы путешествуете вот на таких карах, вот на таких багги. Предлагаю прокатиться. Машинки эти здесь рассчитаны на четыре человека. Есть небольшой багажник, посмотрите, под задним диваном. Ну, то есть, три плюс один, плюс водитель. В управлении машинки достаточно простые. Это электрокар, то есть, всего две педали. Поэтому все в целом просто легко с подобной машинкой справится каждый. Единственное, что нужно помнить, вы на Сейшелах, поэтому здесь левостороннее движение. И, соответственно, чуть левее выезжать нужно на круговое движение. Тут и хватает именно таких перекрестках. Но, с другой стороны, никто никуда не торопит, совершенно расслабленная атмосфера. Тут вас все пропустят, подскажут, как правильно по какой стороне дороги ехать. И, конечно, когда территория достаточно большая, то от пляжа до пляжа лучше перемещаться вот на таких чудных клап-баггиках. Вдоль дорог здесь не так много указателей, зато есть дорожные знаки. Все-таки правила лучше соблюдать. И ориентироваться здесь, выяснять, куда же вам поворачивать. Лучше по этим объектам, которые тут присутствуют. Например, большущий теннисный корт. Поиграть в теннис здесь может любой желающий, кто проживает на территории гостиницы. Тут же рядом спортзал. Тут же рядом в самом центре ресторанчик. Есть возможность там принять душ, сходить в туалет. Очень много подобных таких сервис-боксов. Это тоже классно. Есть несколько бассейнов, естественно, и несколько пляжей. Вот в самом центре острова находится такой маленький, крохотный, закрытый пляжик, который я хочу вам показать прямо сейчас. Он называется Берник. Смотрите, как удобно. Рядом с каждым пляжем есть парковка. Поэтому вы ваш электрокар вот здесь паркуете, как это сделаем сейчас мы, и отправляетесь вот к той лазурь. Фантастика, правда? Есть у пляжа выход в море, но он совсем маленький, такой вот тоненький проливчик. То есть даже если сильное течение, волна с той стороны, то здесь тишь да гладь да божья благодать. Никого пока. Просто, наверное, потому что как-то жарковато сейчас середина дня. Белый песочек. Вот такие зонтики для тени. Большущие гранитные камушки. И лазурь, лазурь, лазурь. Сейшел. И правда никого? Вообще никого? Пляж Боу Валон, тот, который находится на западной оконечности острова, там народ-то всегда, можно сказать, круглосуточно. А если вы любите больше вот такой уединенный отдых, отпуск вдали от толпы, то, конечно, вот это идеальный вариант. Да, понятно, что номера на Иден-Айленде достаточно дорогие, но посмотрите, как много вы получаете за эти немаленькие деньги. А там 200-250 евро может стоить большой номер на ночь. Вот это лишь один из пляжей, друзья. Просто, что называется, ехали мимо, остановились посмотреть. Сейчас вам покажу еще парочку другую. Пока вы идете от одного пляжа до другого, вас встречает просто калейдоскоп таких видов, которые нельзя не снимать. Более того, когда не жужжит электромоторчик Клапкара, то еще и тишина такая. Только птицы. И идеальная, идеальная лазурь. Пляжи пляжами, но просто само ощущение какого-то, знаете, безмятежного райского отдыха, который присутствует под этими пальмами, это уже достопримечательность, друзья. Вот это уже хорошо. Плюс, кстати, еще кроме пляжей, есть для любителей таких парковых развлечений большой иден парк с идеальным газончиком, где можно поваляться на травке, где можно разбить пикник, где можно поиграть в мяч. Опять же ароматы. Вот посмотрите. Опять цвета. Посмотрите, какие яркие и насыщенные. Никакая камера никогда не передаст, как это все выглядит на самом деле. Мне кажется, для любого ребенка здесь раздолье побегать по этой травке босиком, а потом сжевать какой-нибудь бутерброд под пальмой. Красота. К еще одному пляжу, который я хочу вам показать, на машинках не проехать, друзья. Видите? Поэтому чуть пройдем пешком. Прогулка эта будет очень приятной. Дорожки здесь, ну, вы видите, засажены всякой красотой. Бесконечно идешь и любуешься экзотическими растениями. Знать бы еще, как они все называются, так вообще была бы красота. Пляж Бернтьер, он чуть более широким проливом соединен с океаном. Сейчас увидите. Здесь есть колонка, можно принять пресный душик. И здесь есть даже такой, может быть, чуть пугающий поначалу информационный плакат, говорящий о том, какую живность можно встретить здесь. Вот таких чудесных морских ежей, например, ближе к ночи. Вот таких чудесных медуз, конечно. Ну и самое главное, и самое интересное. Акул, друзья. Да, маленьких рифовых, но тем не менее. Поэтому будьте любезны, всегда будьте аккуратны. Вот как он выглядит. Очередное райское местечко. Зонтики, лежаки, идеальный песок, гранитные баллоны. И уже практически выход в океан. Это север Иден Айланда. То есть очень хорошо увиден остров Святой Анны. Вот такой пологий, темный, треугольник, зеленый в центре вашего экрана. Там мы швартуемся на катамаранах, и там очень красивая нырялка, снорклинг. Прекрасный. А здесь вот если просто покупаться. Тут уже небольшая волна. Прекрасный шум моря. Идеальный песочек. Лазурь. Что еще нужно, чтобы пляж был идеальным? Я знаю, что. Нужно еще, чтобы вы расположились вот на том лежаке. Вот тогда будет совсем хорошо. Очень вам этого желаю, друзья. От всей вершины. Субтитры сделал DimaTorzok Все пляжи острова объезжать не буду, нет никакого смысла. Они все по-своему хороши. И напоследок хочу познакомить вас с Ансбегорно, с пляжем, который находится на северной оконечности Hidden Island и смотрит уже практически в открытый океан. Опять же, из удобств колонка для пресной воды. Те же самые зонтики-лежаки. Круатненькая тропинка, дорожка заканчивается идеальным песком. И вот. И вот такая совершенно открыточная красота. Если вы окажетесь здесь в первой половине дня, то на пляже будет, как сейчас, никого. Идеальный песочек, лежаки. Давайте я, наверное, умолкну, и вы просто послушаете океан. И вот так вот. Продолжение следует... Ну что ж, друзья, это была небольшая прогулка по Иден-Айленду по одному из 120 островов Сейшельского архипелага. Конечно, буду рад, если это видео вам станет полезным, если вы как-нибудь решитесь именно здесь отдохнуть недельку-другую. Но от всей души приглашаю вас как-нибудь позволить себе катамаран на Сейшелах. То есть отсюда, с Идена, приехав сюда, на буквально денек уйти в недельный чартер по островам. И если такое желание появилось, то, друзья, туррегата.ру, тот сайт, который вам поможет. В следующем 2025-м мы планируем вновь оказаться здесь. Если это видео вам понравилось, то понятно, с вас нравишка прямо сейчас и, естественно, подписка на мой канал. Путешествуйте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!